Вашему вниманию обзор матчей АПЛ на этой неделе. На этих выходных были сумасшедшие игры. Мы начинаем с Челси Брайтон и Михаил Мутри, которые еще на видео в составе Донецкого Шахтера, стоят в подтрибунном помещении. Он показал хорошую игру, заработал пенальти, и болельщики Челси им действительно довольны. Он слышит, как они его поддерживают и что они говорят. Действительно, он красавец, молодец, что справился с эмоциями, работает над собой и развивается каждый день. И мы видим результаты. Действительно, мы помним критику в сторону Мутрика, что не стоит он 100 миллионов, 70 плюс 30, это все бред. Но доказывает обратное. Брайтон забил 2 мяча, 3-2 Челси победил, Дед Зерби построил стабильную и хорошую команду сыгранную, с которой тяжело бороться, и мы это с вами прекрасно знаем. И можно сказать то, что стабильность в чемпионате это все. Если стабильно выигрывать, стабильно не терять очки, то чемпионом можно действительно стать. И я хочу вам сказать о том, что это почувствовал Арсенал на себе, когда проиграл важные матчи и отпустил чемпионство для Манчестер Сити. Гвардиола понимает, о чем речь. Брайтону желаем удачи, они могут показать свой футбол в следующих матчах. Будет интересно, потому что до этого они отнимали очки у грандов английского футбола. И переходим к следующей игре. У нас это Ливерпуль-Фулка. Если мы говорим про Ливерпуль и Фулхэм, то в матче забили 7 голов. Ливерпуль все-таки выигрывает эту встречу. А Юрген Коб сказал, что такой матч давно в его жизни не происходил. Он увидел просто невероятное количество красивейших голов. И действительно мы видели там и девяточки, и добивания классные, и удары, и передачи, и штрафной. И что делает вообще Трент Александр Арманд? Фулхэм выигрывал 2-3, между прочим, на момент 87-й минуты. Потом Энда забивает. Ну и Трент Александр Арманд ставит точку в этом противостоянии. Такая, знаете, победа Ливерпуля, как и в прошлых сезонах, на характере. Вот этот камбэк они показали просто невероятный. Но где-то Ливерпулю тяжело в этом сезоне. Мы где-то не узнаем. Была нестабильность, отсутствие концентрации. И списывали со счетов даже Клоппа. Говорили, что его могут уволить. Потому что выжил все соки с футболистов. А некоторые ведущие звезды ушли. Но это все в прошлом. Сейчас действительно Ливерпуль показывает феноменальный футбол. И готов продолжать пропагандировать свою игру. Будем смотреть. 4-3 против Фулхэма. Шикарная встреча. Молодцы, поздравляем с этой победой. И переходим к матчу Манчестер-Сити-Тоттенгем. Что там на чудин судья? Это просто шок-контент. Манчестер-Сити-Тоттенгем 3-3. И просто скандальная ошибка главного арбитра. Когда он дал сначала продолжать играть после фола на Холланде. А потом зафиксировал офсайд. В протоколе он об этом написал. И странно действительно, что на таком уровне допускаются ошибки. Есть технологии, есть люди, есть специалисты. Чего еще не хватает. Гвардиола не стал уничтожать арбитра на пресс-конференции. Он намекнул, что судейство действительно стало хуже. И вспомнил про Артету. Я напомню, что Артета просто уничтожил арбитра после своего матча. Сказал, что дайте нам просто играть в футбол. Вы уже где-то мешаете. И это действительно так. Потому что на дистанции ты можешь не заработать нужные тебе баллы. И ты можешь проиграть борьбу за чемпионство. А это главное. Тоттенхэм респект. Три гола на выезде. Ничья. Поборолись. Классно себя показали. Я напомню, что в последнем матче они неуверенно отыгрывали на самом-то деле. У них есть формированные футболисты. Тот же Мэдисон, который показывает феноменальный футбол, который вызывается стабильно в сборную Англии. Он бы мог как-то помочь своей команде. Три гола забил еще и Манчестер Сити. Да, мы можем отметить футболистов, а не красавцы. Но где-то вот сейчас будет интересная борьба. Выиграть чемпионат Англии в этом сезоне может кто угодно. Как всегда интересно. Как всегда эмоции. Как всегда драма. Это приятно. Не забудьте написать свое мнение в комментариях, критиках, какой-то хейт. Можете написать просто комплимент создателю этого видео. И, конечно же, подписаться на канал. Я буду рад вас видеть на следующих выпусках. Думаем о футболе, живем футболом. Услышимся.